В 2021 году уже бывший действующий глава Виктор Павлович Мельников справлялся со своими обязанностями управленца? Виктор Павлович Мельников справлялся со своими обязанностями как глава города в 2021 году? Не оценивали. Я думаю, как мог, справлялся. Не, ну как вы видите, может быть работы какие-то проводились, может быть что-то было сломано и тут подчинили, может быть какие-то благоустройства были произвели. Их вот к концу сезона, как говорится, сделали, а то ямочный ремонт, я думал, что в этом году и не сделают. Ну, сделали. Ямочный ремонт производился, да, 50%. Ну, уже в конце лета, как говорится, когда уже сезон кончался. Ну, все, мы не торопимся, извините. Ну, хорошо, какую оценку бы вы поставили в главе бывшего? Поставили. Спасибо вам большое. Не справлялся. Живу на Черниково. Там дороги никогда не убираются. Никогда. Вчера ходили в магазин с соседкой, она с ногами плохо. Вообще невозможно. Ничего не убиралось. Сколько снег падает, не знаю, мне не нравится. А так я с ним больше не знакома. Я живу на Черниково. Смотрят, смотрят у меня окна парк молодежи. 40 лет ничего не меняется. Кроме деревья посадили, и то не поливаются. Это половина засохла. Внучка выросла, сейчас внучок растет. Ну, есть план, конечно, что сделают парк. Но не такой. Карусели у нас в городе вообще нету для детей. Не хватает проблем. Проблем, мне кажется, проблем как раз таки в городе хватает. 14-й есть. Нормально все. Ездим. Ездить 4 за часом хорошо. Укушу. Хорошего дня вам. Я думаю, да. Роман Акин всегда справлялся. Здесь, наверное, справлялся. 10 машин на весь город. Это просто смешно. Весь бизнес из города. То есть все наши бизнесмены остались без работы. Начиная от автобусов и кончая уборкой города. Убирают пришлые люди. То есть все налоги, соответственно, уходят из города. Те, которые налоги платят в город, они уходят в Ростов. Все. То есть получается, что работы в городе не выполнялись. Выполнялись, получается, на благо других субъектов. Ну, если наши депутаты отдали все власть Голубеву, то о каком городских интересах может быть речь? Ну, а вы как считаете? У меня такого же мнения, да. Бардак и беспредел вообще. Думаете, с новым главой что-то поменяется? Нет, не поменяется, потому что его назначает Мельников. То есть не Мельников, он назначает Голубев. Все. Какая-то комиссия непонятная. Четыре девушки наши с администрацией, четыре девушки с Ростова, которые ни за что не отвечают. То есть опять назначается глава администрации безотчетный. Он никому не подотчетный. Делать, что хочет. То есть получается, без участия вообще горожан непосредственно, кто должен выбирать главу? Совершенно верно. То есть у нас нету, то есть или должен взять глава области, непосредственно ему подчиняться, чтобы он спрашивал, или вернуть выборы. И самое главное, ну и выборы-то были у нас, мы никак не влияли на вас, потому что нету самого главного возможности отозвать в любой момент. Если бы была возможность это звать, тогда, может быть, и глава была бы совсем другой. Совершенно верно. Когда у человека власти он ни за что не отвечает, кроме как перед своими сватьями, братьями, кумовьями. Да, ну просто беспредел. Беспредел происходит. Многомиллионы долги города, и погружаемся в какую-то яму. Что-то делается, но власть нужно менять, конечно, и как-то им посерьезнее относиться к этому. Обидно за город.